Добрый вечер, давайте еще минуты три подождем. Нет, все нормально, просто сейчас ждем, пока может еще кто-то присоединится. Связь вроде не пропадала. Здравствуйте, давайте мы начнем. Тема противоработные препараты, доза показаний в применении противопоказаний. Тему повторяю. Начнем с того, что мы знаем, что рвота распространенная у нас симптом. И в любом случае мы встречаемся с ним часто, и владельцы своих питомцев тоже могут часто его наблюдать. Значит, наблюдается рвота у нас при многих заболеваниях. Чаще всего это может быть связано с отравлениями, также кишечная непроходимость, нарушение функций органов, например, печени или поджелудочной железы. При инфекциях вирусных, либо бактериальных, неважно, а также при инвизионных заболеваниях, это либо заражение поразительное. И рвота это является чаще всего вторичным симптомом. Значит, иногда бывает у собак, и часто бывает у некоторых видов собак, там, кошек, да, погрешности в питании вызывают рвоту. Ну, вот, иногда есть, есть такие, бывают такие животные, которые любители подобрать что-нибудь на улице, и у них тоже после этого может даться рвота. Вот. Кошек чаще всего это, когда они вылизывают шерсть, прокатывают шерсть, да, и тоже может быть рвота. Это, ну, как бы, связано с инфекциями. Вот. Есть данное понятие, да, что при кишечной непроходимости, при отравлениях, пищевых, токсикоинфекциях, также при бактериальных, вирусных и инвизионах. Существуют два механизма возникновения рвоты. Это первая рвота центрального гиненеза и рвота при механическом раздрежении органов пищеварения. В случае, если у нас рвота центрального гинеза, то, значит, все токсины, появившиеся в крови при отравлениях, либо заболеваниях, ну, при почечной недостаточности, при заболеваниях печени, каких-то инфекционных процессах, они стимулируют рецепторы ТХЗ и активируют рвотный центр, вызывают факт рвоты. В случае, если у нас при механическом раздражении, да, то здесь рвотный центр напрямую стимулирует, может стимулироваться афферентными нейронами от желудочно-кишечного тракта и вызывать рефлекторный пазы в кровоте. Битый список противоводных препаратов – это антагонисты серотониновых рецепторов, плокаторы H1 рецепторов гистамина, антиэнергетические и антагонисты депаниновых. Антагонисты серотониновых рецепторов – это серотонин, биологически активное вещество, которое отвечает за передачу электрохимического нервного импульса. Также серотонин играет роль клеточного медиатора воспаления. Здесь можно отнести, значит, антоданцитрон, он также идет по-другому, называется латан, который мы применяем, да, имитрон, изофран. Эти препараты, они не обладают успокаивающими эффектами, они не нарушают координацию движений у животных и активно метабилизируются в печени, поэтому иногда требуют корректировки дозы. Значит, антагонисты серотониновых рецепторов – андоситрон, гранисеротон и траписитрон. Значит, андоситрон у нас, уже сказала, это латан, да, но он выпускается в таблетках, значит, и в инъекциях. В таблетках он выпускается 4,8 мг, в инъекциях 2 мг в одном миллилитре. Значит, это относится к противорвотным препаратам. Собакам идут... Здесь вот собакам идут дозировки у нас 0,5 мг на килограмм внутривенно, значит, это первая доза, да, дальше уже 0,5 мг на килограмм в час. Это в инфузе, если на 6 часов устанавливают, либо 0,5 мг на килограмм, каждые 12-24 часа. Кошкам идут также 0,5 мг на килограмм внутривенно, это первая доза, да, и дальше уже идут 0,5 мг на килограмм в час инфузе. Дальше, значит, блокаторы H1 рецепторов гистамины, значит, гистамин у нас является медиатором воспаления. Антигистаминные препараты, они в основном применяются как противоаллергические лекарства, но также они могут подавлять рвоту. И они блокируют H1 рецепторы хеморецепторной, триггерной зоны и вестибулярного анализатора. Значит, в случае, ну, как противорвотное средство подходит антигистаминный препарат первого поколения. И к нему можно смести пипольфен, вот, миклозин, он еще по-другому по ним называется. Действовать он еще начинает через час, да, пипольфен начинает действовать в течение 6 часов, ну, действует в течение 6 часов, а миклозин, он в течение 24 часов действует. И дефингиогидромин, это диметрол. Вот, ну, диметрол мы знаем, он и как противорвотное может, да, и как снотворное, соответственно. Пипольфен, значит, выпускается он в драже по 25 мг, 2,5% инъекционный раствор в ампул, да, 25 мг на миллилитр. Относится к антигистаминным препаратам, является H1-гистаминоблокатором, сетативным эффектом. Собака, значит, идет из расчета 1 мг на килограмм каждые 12 часов, значит, внутримышечно, оперально, внутримышечно. Вот, и в некоторых источниках можно встретить на 2-0-4 мг на килограмм каждые 6-8 часов. Кошки, так же, как собакам, 1 мг на килограмм каждые 12 часов, и 0,2-0-4 мг на килограмм каждые 6-8 часов. Диметрол у нас внутрь, ну, есть инъекционный, да, есть в таблетках, значит, ну, лучше тебе не надо. Это собакам, кошкам, кроликам, 0,6-0-8 мг на килограмм от 1 до 3 раз в сутки. Антихолинергические, антихолинергические, это атропин, скополамин и метацин. Атропин, значит, атропин у нас выпускается как на 1% раствор лампу с 1 мл, значит, хранится как препарат с песка. Значит, действие его, он блокирует передачу импульсов, идущих от постгонгионарных окончаний. Значит, под его влиянием уменьшается секреторная функция желез, расслабляется тонус гладкомышечных органов, зрачки могут расширяться, повышается внутриглазное давление. Также атропин может возбуждать дыхательные сосудистые центры, учащает сердечный вид. Как показания, атропин могут применять противоядие при отравлениях, ариколином, например. Но это ариколин сейчас не применяют, его уже давно не применяют. Раньше его применяли как противопаразитарный препарат. Также отравление мускарином, карбухолином. Также при ослаблении дыхания применяют, при интоксикациях, которые возникают. Для предупреждения рефлекторной остановки сердца. При воспалении кишечника. В случаях, если это оптимологическое исследование, то при исследовании глаза для расширения зрачка применяют 1% раствор. При воспалении также в глазу для предупреждения спаек применяют 0,4% и 1% раствор. Спасовы и дозировки вводятся под кожу собакам на целых 0,2-0,3%. Антагонисты допамина. Сам допамин это нейромедиатор, который вызывает вводы при стимуляции химорецепторов. Триггерный зон. За счет активации периферических рецепторов он усиливает рефлюкс пищевого комка. Обратный заброс из 12 перстной кишки в желудок и желудка в пищеводку. Существует несколько подгрупп препаратов, которые блокируют рецепторы вводопамину. Метокопромид мы его применяем. Также он идет как ЦРУК. Также они дополнительно могут блокировать 5-H4 серотониновые рецепторы. Дон-перидон, он же мотилиум, действует на периферические допаминовые рецепторы в желудочно-кишечном тракте. И по химическому составу он похож на метокопромид. Хлоропромазин. Петернолийный динамик применяется в основном применяется в медицине у психически нестабильных психиатрии. И относится он к пенотиозиме. Метокопромид, тот же самый ЦРУК, выпускается в инъекциях и в таблетках. В инъекциях он выпускается 5 мг на мл, в таблетках по 10 мг. Значит, таблетка односодержит в качестве действия вещества 10 мг метокопромид, гидрохолорида, ну и так далее, по вспомогательной из вещества. Относится к противоработному средству. Является специфическим блокадром дофаминовых и серотониновых рецепторов. Оказывает противоработные действия из-за воздействия на химорецепторы триггерной зоны, потолкового полмозда. Также оказывает регулирующее и нормализующее влияние на деятельность ЖКТ. Снижает, например, двигательную активность пищевода, повышает тонус нижнего синтро пищевода и ускоряет опражнение желудка. Показания к применению траву – атония и гипотония желудка или кишечника. Также можно после операции назначать комплексную терапию, например, в случае обострения язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки. Также применяется для усиления перистальтики в случае, если проводится, допустим, эргеноконтрастное исследование. Доза применения собаки у нас идет 0,25 мг на килограмм подкожно-нутримышечный и внутривенный, также перерариваем каждые 12 часов. Или 0,17-0,33 мг на килограмм внутривенный, внутримышечный, перерариваем подкожно-каждые 8 часов. Кошки также дозировка 0,25-0,5 мг на килограмм – это если каждые 12 часов или 0,17-0,33 мг на килограмм – это каждые 8 часов. Энзотические желудки – это у нас кролики, морские свинки и хорьки – 0,51 мг на килограмм подкожно-нутримышечный и внутривенный, каждые 12 часов. Есть противопоказания. Первый – это случаи кровотечения желудочно-кишечного тракта, механическая кишечная непроходимость, перфорация желудка либо кишечника. Это было противопоказания. Так, беру передолб, здесь дозы, а здесь, значит, внутривенная. Собака – мы опять 1 мг на килограмм. Ветеринарный – это у нас сирения, мы часто примем, да, и детокс. Ну, вот детокс – это антитоксическое противовоспалительное средство для животных. Выпускается в инъекциях, содержит, значит, содержит в 1 мл натриотиосульфат почти 200 мг. И выпускается он в стеклянных флаконах по 100 мл. Сам натриотиосульфат при введении проявляет антитоксическое, противовоспалительное и десинсибилизирующее действие. Обладает свойством антидрона по отношению к неговарьёду, меди, ртути, синильной кислоты. Применяется, ну, всем животным, да, это крэс, мрэс, кошки, собаки, свиньи, пушные, зверьки. Значит, применяется по комплексной терапии заболеваний, которая связана с отравлениями, также интоксикациями организма различного происхождения. Это могут быть послеоперационные какие-то осложнения, онкология, почечная или печёночная недостаточность, в случае кормовых отравлений, инфекционных и вирусных заболеваниях. Значит, из дозировки... Нужно смотреть в инструкции, но, допустим, ну, свиньям идёт 1 мл на 10 кг, в принципе, собакам так же, 1 раз в сутки по дне. КРС не больше 20 миллионов, вот. Значит, ну, так как это детоксикационные средства, да, из-за того, что перед дозировки не было выгодно у животных, противопоказания, значит, период лактации нежелательно, как обычно, да, беременным, вот. Ну, в принципе, не установлено, ну, там, может быть, какая-то индивидуальная переносимость. И нежелательно пропускать дозы препарата, вот, так как это может привести к снижению эффекта. Так, сиренья. Сиренья. Значит, сиренья в 1 мл у нас содержит действующий того меропитант, цитрат, и там остальные спутящие, да. По 20 мл в полаконе не расфасованных, и мы знаем, хранится в тёмном стекле. Вот, видели. Подносится к противорвотным препаратам. Он назначает кошкам и собакам для того, чтобы противорвотить рвоту. Также, может, для, ну, когда перемещают животное, если есть синдром укачивания. Сиренью, значит, вводят под кожу, но здесь расчёт 1 мг. Например, питана цитрата на 1 кг веса животного. Это, значит, 1 мл препарата на 10 кг массы животного раз в сутки в течение, ну, до 5 дней, не более. Значит, ну, перетезировка тоже не была ранее установлена. Есть свои побочные действия. Это аллергические реакции, сленотечение, отсутствие аппетита, либо понос может быть. Ну, так, ну, как бы не, ну, не сказать, что у многих отмечалось. Противопоказания – это иммунчувствительность, ну, индивидуальная непереносимость компонентов, а также нельзя, как обычно, беременному, лактирующим. И щенкам моложе 16-недельного возраста. Побочные действия противопоказания при противорвотных, ну, для противорвотных средств, блокирующиеся серотониновые рецепторы. Значит, в случае при применении андоситрона, например, трописитрона, может появиться головокружение, диарея, запор. Они также, как и все многие препараты, противопоказанные беременным, кормящим, лактирующим. Значит, возможно, такие последствия, как аритмия, бордикардия, сухость. Бессимптомные повышения активности, судороги могут быть, крапивница, бронхоспазм и так далее. Значит, дальше. Побочные действия и противопоказания для противорвотных средств, блокирующих дофаминовые рецепты. Капри приемные, крапромиты, иногда может возникать также головокружение, беспокойство. На цирке я это увидела. У кошек чаще всего бывает, наверное, сонливость, там шум в ушах, да, где, значит, у животных беспокойств. Со стороны желудочно-чисточный тракт, это будет запор, диарея. Со стороны эндокринной системы... У животных это не выявлено. Также нельзя применять препараты, если есть какая-то индивидуальная чувствительность, кишечная неприходимость, перфорация кишечника или желудочно-кишечное кровотечение, и, там, опухоли, эпилепсии. В случае с домперидоном, это может быть спазм кишечника. Он противопоказан при желудочно-кишечных кровотечениях, каких-то механических непроходимостях или перфорациях. Ну и все у меня. Ну и домперидона, если есть повышенная численность компонента, нельзя. Также с осторожностью нужно применять тем желудком, у которых есть, ну, почечная недостаточность. Печеночная, вернее. Так как он обладает высокую степень метаболизм в печени. Привет, что вы пропустили, давайте вернемся. Если вопросов нет, то спасибо за внимание.